Данная индекса PMI в промышленной сфере экономики Китая. Учитывая такие неутешительные данные, многие призывают правительство вмешаться и внедрить меры, которые помогут препятствовать резкому снижению темпов роста экономики Китая. По данным предыдущего отчета, индекс составил 53,4, и многие аналитики рассчитывали на его понижение, но никто не думал, что оно будет таким значительным. Сегодняшний отчет содержит цифру 51,8. Несмотря на такое солидное понижение, индекс все еще превышает отметку 50, которая говорит о наличии роста экономики. Если же индекс опустится ниже 50, это будет индикатором сокращения экономики. Один экономист подчеркнул, этот сектор должен был расти в особенности в преддверии китайского лунного нового года, ведь люди традиционно совершают множество покупок и готовятся к празднику. Он также добавил, это может говорить о более значительном замедлении данной попростой экономики, поскольку сфера услуг ранее была единственным положительным сектором в экономике. Существует реальная возможность расширения рамок монетарного стимулирования от правительства Китая. В ноябре они уже понизили базовую процентную ставку впервые за два года. Кроме того, они использовали целевые государственные расходы для того, чтобы стимулировать экономику. Многие считают, что дальнейшее сокращение процентных ставок – это вполне реальная перспектива, так как это позволит банкам брать больше кредитов. Недавно Центральный банк Китая также сократил объемы резервов для коммерческих банков в попытке стимулировать рост экономики. Центробанк снизил ставку резервных требований на 50 базисных пунктов до 19,5%. На этом очередной обзор прессы подошел к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ и вскоре Диран Макдерматт представит вам свежий выпуск целевого прогноза, а Моника Гибсон расскажет о последних событиях в Турции. Всего доброго.